Всем привет! В этом видео поговорим о том, что по американским военным в Сирии вновь нанесли ракетный удар. По американским военным, расположенным на сирийской базе в провинции ДРС Зор вновь прилетело. Кто-то выпустил 4 ракеты. Очевидцы сообщили, что на территории базы были слышны взрывы. Почти сразу после нанесения ракетных ударов с американской базы поднялись вертолеты, вероятно, в попытке сохранить дорогостоящую технику. До этого некие проиранские силы нанесли ракетные удары и по другим американским военным базам, расположенным вблизи сирийских месторождений нефти в провинциях Эль-Хасеки, Иракта. Сирийские власти сообщили, что продолжат борьбу с незаконным присутствием в стране американских военных оккупантов, занимающихся неприкрытым воровством сирийских энергоресурсов. В ответ на ракетные атаки на американские базы, расположенные в Сирии, Пентагон с помощью беспилотника ударил по легковому автомобилю, который перемещался по Багдаду. По сообщениям местных СМИ, атака беспилотника привела к гибели двух мирных граждан. По сведениям ЦК Пентагона, оба погибших, находившихся в автомобиле, были связаны с группировкой Катаиб Хезбалла, представители которой ранее неоднократно сообщали о своей причастности к воздушным атакам на американские военные объекты, расположенные в регионе. Указанную информацию опроверг представитель службы безопасности Ирака, который сообщил порталу The National, что служебный автомобиль, по которому ударили американские воины, предлежал силам народной мобилизации Ирака. Указанное подразделение занимается охраной правопорядка, его деятельность санкционирована правительством Ирака. Никакого отношения погибших в деятельности незаконных вооруженных формирований не имели. Иракская полиция провела расследование и установила, что одним из погибших стал вовсе не командир вооруженной группировки Катаиб Хезбалла, о чем ранее сообщили в Пентагоне, а сотрудник административного отдела сил народной мобилизации Висам Аль Сейди, который отвечал за материально-техническое снабжение. После этого служба безопасности Ирака выступила с резким осуждением действий американских военных, заявив, что они будут иметь крайне негативные последствия. По словам генерал-майора Иракской службы безопасности Токсина Аль-Хафадши, американская агрессия подрывает все предыдущие договоренности иракского правительства с Белым домом.